Нас пугали мошкой, медведями, непростым перелетом и еще много чем. Но путеводная звезда журналиста звала только вперед. И этот зов оказался гораздо сильнее неведомых нам опасностей. Сначала самолет, затем пересадка в Ми-8, еще час в дороге и вот Накана, самый далекий поселок области, от Иркутска до него более 2,5 тысяч километров, Катанский район. Знаменитая Сибирская река, Угрюм река, этим летом очень сильно обмелела. Но наш лоцман Николай Васильевич Удыгер находит русло, и мы идем по Нишне-Тунгусске вверх. Идем не водить. Большой невод, длина вот этого 95 метров, растягивает поперек реки. И воду буквально процеживают, как будто бы сквозь сито. Очень тяжелый труд. А какой будет улов, увидим чуть позже. В Накана не водить умеют все. Подростки, мужчины, женщины. Вот у Наташи хоть и трое маленьких дочек. Для рыбалки время находит. Тем более, что рыба эта пойдет семье на ужин. Ну, я что, с лет пяти лет, наверное, рыбачить сначала удочкой. Потом уже постарше. Не вот меня пацаны с собой брать начали. Ну, старше брать. И так до сих пор. Вот он, прославленный тугун. Как будто бы живое серебро. Тугуна называют царской селедкой. А вообще-то он из семейства сеговых. Настоящий деликатес. В Иркутске килограмм такой рыбки стоит почти 4 тысячи рублей. А тут хватает и людям, и птицам, и лайки. Наедаются вдоволь. Свою порцию получает пуля. Так у меня сейчас есть выбор. Меня зовут дети, дочерь. Вообще с удовольствием. Только скажи, они все, сами могут проехать, вывезти. Но нет. Как так здесь родился, здесь у меня? Здесь похоронят. Может быть. Из Наканна никуда не поеду. Дед Николай категоричен. Этот край вся его жизнь. Да, тут непросто. Очень часто приходится выживать. Зато дышится вольно. И сам себе хозяин. Соль, мука, дрожжи. И сам себе пекарь. Через час у нас будет свежайший хлеб. Ждем, пока прогорят дрова. Он один из лучших и опытных охотников в районе. Байки травить не любит. Хвастаться тоже. Приходится уговаривать. Пока печется хлеб, таежная история. Она шла по моему пудику, капканы чистые, как пакостные. И она с сабатами встретилась, столкнулись. Налетели на дерево, загнали. Ну и вот я ее вдохнул. Страшный зверь росомаха и пакостливый, говорит охотнику дыгер. В тайге росомаха человеку конкурент. Достает добычу из ловушек, а сама попадается редко. На хлебный дух приходят и лайки. Собака. Вот главный помощник охотника. У дыгеров лайк четверо. Белка, умка, пират. Это Рэм. Он в семье самый младший. Ему всего 4 месяца. Рэм настоящая лайка. Правда, приехала в деревню из Олан-Удэ. Что такое охота, Рэм еще не знает. Но зато успел прославиться тем, что обожает черемуху. 1 миллион 406 тысяч гектаров. Вот сколько таежных угодий у Ивенков на Кана. 11 лет назад появился закон, позволяющий коренным, малочисленным народам севера защитить свои права на территорию. Мужчины у нас берут журналы охоты и охотничьи хозяйства. Выписывается они вот очень популярный вот этот журнал. В Накана живут не только в Венке. Надежда Карпова, например, приехала в конце 70-х. Тогда здесь были интернат для детей с окрестных деревень и средняя школа. И она, юная выпускница пединститута, на севере прижилась. Ну ничего, сейчас привыкла. И как-то даже теперь, когда уезжаю в Иркутск, в отпуск или еще что-то, тянет. Быстрее-быстрее вернуться. Да будет свет, сказал дизелист Кирилл. Электричество в Накана зависит и от него. Дизелистов в деревне Трое, работает посменно. Агрегаты в полном порядке, солярки хватает. Включаем массу и... Дизель средних лет дает энергию 12 часов в сутки. И вот эти вот нарубленные палки сверху лежали, как крыша. Чтоб снегом не засыпало. Капкан стоял под крышей, получается. А свое мастерство охотника и свои секреты Николай Удыгер передал сыну. Знакомьтесь, Василий Удыгер, наш проводник по глухой Авинкийской тайге. Вместе с ним мы прошли по реке Тунгусский вверх 25 километров. Вот эта местность называется Кано. Тут сохранилось древнее зимовье. И вот еще удивительное старинное надгробие. Здесь покоится тело Петра Овачана. Скончался в 913 году. Мир праху твоему. Петр Овачан был проводником у тех самых купцов, кому покорялась угрюм река. Не боялись они ни Мороза, ни Гнуса, болели, погибали. А таких писал в своих дневниках, а потом и в романе Вячеслав Шишков. Он прошел по этим же местам в 1911. Чум. Не знаю, в каком году он поставленный, но я жил в этом чуме тоже, когда был пацаном. Скотоводчеством и венки сегодня не занимаются. Но ведь тайга удивительно щедрая. Кроме зверя, птицы, тут и грибы, и ягода. Для ее сбора есть специальное приспособление – берестяной биток. Сбиваешь ее, она там остается. Ягода. Ну, час делов ведро. Когда есть ягода, час делов ведро получается. Запросто. Но с такой работой справится не каждый. Нужен навык. Итак, начинаем наш эксперимент. Вот берестяной биток, вот голубица. Берем биток и легким движением руки начинаем колотить ягоду. Посмотрим, что из этого выйдет. Я не такой мастер, как местные жители. Но пара стаканов. Да не пара стаканов, на донышке. Вот такие берега у Нижней Тунгуски. Красота, которую и описать-то невозможно. Настоящие песчаные дюны. Ничем не хуже Рижского озморья, или Черноморского побережья, или даже Турецкой Анталии. Огромные песчаные пляжи – это, конечно же, красота. А есть и богатство. В нескольких десятках километров от деревни месторождение алмазов, говорят овенки. Многие работали в геологических экспедициях проводниками и даже видели засекреченные маршруты. Катанские месторождения алмазов разведаны и подтверждены еще в середине прошлого века. Потом перспективнее оказался мирный, но и запасы нашего севера не забыты. Почти 300 лет назад вот по этому самому берегу шел Даниэль Мессершмитт. Ученый с очень независимым и очень жестким характером. Он был медик и ботаник, а еще он был руководителем первой научной экспедиции в Сибирь. А еще он был основоположник русской археологии и хороший геолог. Именно он открыл здесь, на Нижней Тунгуске, месторождение агатов и сердоликов. Описал их в своих дневниках. И ведь не байкальские самоцветы, как их много. Солнечный привет, угрюм реки. Места дикие, заповедные и заколдованные. Камни Крайнего Севера, говорят, у них особая сила. В них и белая ночи, и северное сияние. И кто их увидит, уже не забудет. И о сакральном. Здесь в Накана верят. Ничего случайного в жизни, а тем более в тайге, не происходит. А старые стойбища обладают особой силой. Есть места такие, мы-то знаем места. Стараемся обходить их. Сны плохие начинают сниться. Беспокойство начинается. Вот такие люди какие-то ходить начинают. Которых, как будто ты вроде бы и знаешь, а ни разу уже не виделись. Они тебя знают. Но хороших духов гораздо больше, говорят овенки. А как еще объяснить, что каждый день нашей командировки был удивительно солнечным и теплым. Хотя обычно в Катанге в августе, уже по-осеннему. И мошка нас пощадила, и медведь ни разу не показался. Вот какой он, крайний север Иркутской области. Край Эвенков. Место, где живут удивительно добрые и гостеприимные люди. И у них есть древний закон Неймат. Это даже заповедь. Всем, что добыли в тайге, делятся с ближним. Субтитры создавал DimaTorzok